Альфред фон Вакан, пивной король по Волжье, промышленник и меценат, и Михаил Челышов, депутат Государственной Думы и принципиальный противник алкоголя. Обе эти личности навсегда останутся на страницах истории Самары. Тем интереснее наблюдать за столкновением их мировоззрений, отталкиваясь от очного спора о сухом законе 1908 года. Именно это и предлагает выставка в музее Алабина. Два разных способа смотреть на мир, но при этом они друг друга готовы отменить были, как это сейчас модно называть. И мне стала интересна эта мировоззренческая неразрешимая проблема, в то время как они оба для нас важны. И, собственно, попытались столкнуть их. Как видите, здесь даже не столько очный конфликт, сколько заочный. Мы сравниваем их в разных составляющих. Наследие, благотворительность, общественная деятельность. Помогают сравнить двух общественных деятелей документы той эпохи. Газетные вырезки, карикатуры, воспоминания современников и различные предметы быта, которые ранее хранились в запасниках музея, а теперь предстали перед публикой. Много вещей из наших фондов, связанных с этими людьми, которые, в общем-то, нельзя увидеть, просто так придя в музей. Здесь и с высокой долей вероятности кресло, принадлежавшее фону Акана. Здесь и интересные какие-то другие элементы, даже элементы одного из Челшевских домов. И увидеть их можно именно на этой выставке. В конце осмотра экспозиции посетителям предоставляется возможность проголосовать за того деятеля, чья позиция ближе. Авторы выставки обещают, что в конце сделают подсчет голосов и, таким образом, постараются поставить точку в споре двух легендарных личностей. Внести свой вклад в это решение можно до конца ноября. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский, События.